приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзьям у вас всех приветствуем изобилие и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том почему в доме нельзя свистеть и почему наши бабушки всегда говорили на вопрос почему нельзя свистеть доме денег не будет так или это так далее в этом видео а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мера любви и гармонии вы знаете если кто-то вздумает в доме посвистеть ему тут же и напомнят что све чтобы свистеть человек прекратил потому что это давняя примета и она всегда говорит о том что деньги в доме где свистят никогда не будут водиться и в древности для наших предков именно свист олицетворял стихию ветра от стихии во многом зависела жизнь человека например ветер это значит разруха а свист напоминал именно эту стихию и из-за сильного ветра крестьяне очень сильно страдали посевы высыхали избы рушились а крыши срывались и тогда наступала нужда и бесконечные траты на восстановление всего разрушенного так что свист не имел ни единого шанса шанса быть хорошая примета также этого свиста не любит домовой существует даже поверье якобы домовой если раздражать его свистом доме уйдет и оставит своих хозяев без а достатка и без благосостояния как говорится с собой все унесет поэтому в доме никогда не свистели а вы знаете что нечистая сила любит наоборот свист по то поэтому свистом вы можете привлечь нечистого и тогда не не избежать бед и лишение считалось что злые силы общаясь между собой свистят потому идут на свист как себе домой также это связывали с нечистой силой и с тараканами потому даже есть еще одна такая вот поговорка она конечно не такая распространенная что свистеть нельзя потому что заведутся тараканы далее наши предки говорили о том что свистят только бездельники и сегодня иногда вы можете услышать как человека который много говорит но при этом ничего не делает называют свистуном а несерьезную барышню свистушкой так повелось что принято считать якобы если человек занят делом он насвистывать не будет никогда потому что у него просто нет на это время и занятый человек который занят каким-то своим делом он как правило зарабатывает деньги а тот кто свистит он не работает значит и заработать не торопится вот в доме и нет у него денег и не будет хотя положа руку на сердце стоит признать что есть любители присвистывать одновременно с этим усердно выполняя свою работу но вы наверное на подумаем о том что это все-таки исключение из правила также свистеть вы знаете неприлично и это уже не относится к вопросу о деньгах а к тому почему считается свист что это действительно плохо традиционно считается что свистящий ведет себя в обществе неподобающе а то и оскорбительно как бы то ни было но окружающих то он раздражает а значит такой человек неправ где свистеть не возбранялась как и в древние времена таки сегодня свистеть смело можно выйдя за порог своего дома на любом открытом пространстве и на улице да и в общественном даже вместе вы можете насвистывать если это опять же никому не будет мешать что же касается поверья то она справедливо только для жилых помещений поэтому пожалуйста старайтесь никогда не свистеть потому что недаром наши бабушки наши прабабушки недаром нас отдергивали когда мы еще были маленькими и нам нравилось немножко посвистеть или мы сами даже не то чтобы нам нравилось да мы хотели попробовать научиться свистеть как взрослые на улице особенно это проявлялось например в селах деревнях и мы как дети мало их старались посвистеть и это мы как правило почему-то всегда делали не у дома у себя а дома у бабушки и бабушки нам всегда делали за замечание не свести денег не будет и наверное в чем-то они наверное были и правы поэтому пожалуйста когда кто-то свистит вашем доме независимости кто это ваш внук внучка или какой-то дорогой гость для вас всегда говорите о том что не нужно свистеть потому что это все-таки относится к стихии ветра а ветер иногда может нести и разрушительную силу поэтому чтобы этого не было обязательно меняйте себя и меняйте свою жизнь с вами как всегда был код изобилия подписывайтесь наш канал ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми кому эта информация действительно будет полезна и важно